ВООБЩЕ-ТО НАМ 15 ЛЕТ 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 Волant в министерство мы никогда себя не позиционировали в отличие от наших коллег рыбаков которые одно время там уходили и всё время хотели быть о том, что у них там мысль pele CEle у нас никогда таких мыслей не было даже когда была реформа и предлагали рассмотреть конечно под правительство Я всегда говорил, что те органы, которые под правительством, они оторваны от тех целей, которые стоят непосредственно перед теми министерствами. Если это служба, которая работает на министерстве, на увеличение производства продукции, на безопасность продукции, то она должна быть с министерством вместе. Поэтому я всех поздравляю с открытием, поприветствуем Дмитрия Николаевича. Спасибо ему, что он пришел. Прежде всего, уважаемый Сергей Алексеевич и уважаемые коллеги, позвольте от Министерства сельского хозяйства и себя лично поздравить нашу федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору с тем юбилеем, о котором уже упомянул Сергей Алексеевич. Вроде как лет немного, но тем не менее 15 – это уже такой достаточно серьезный возраст. Восстановление началось, причем оно уверенно идет. Я вас всех поздравляю с тем, что службе уже 15 лет. Все 15 лет своей деятельности Россельхознадзор развивался, синхронизируя свою работу с теми переменами, которые происходили в нашем с вами акропромышленном комплексе. За эти годы наша страна прошла путь от крупнейшего импортера сельхозпродукции до экспортера уже на сегодняшний день качественных и безопасных товаров сельхозпроизводства. Несомненно, в этом есть и огромная ваша заслуга. Уважаемые коллеги, деятельность Россельхознадзора приобрела особое значение в свете подписанного майского указа президента – более чем в два раза нарастить экспорт сельхозпродукции к 2024 году. Работа службы помогает как удерживать позиции и увеличивать экспортные объемы на уже завоеванных рынках, так и открывать новые. В минувшем году получено право доступа различных видов российской продукции в Мароку, Японию, Сингапур, Сербию, Турцию и другие страны. Однако не стоит забывать, что перед министерством и, конечно же, перед Россельхознадзором стоят еще более глобальные задачи по снятию новых барьеров и открытию новых рынков для наших сельхозтоваропроизводителей. Должен обратить внимание, что сегодня 132 страны мира покупают у нас зерно. В связи с этим, одной из приоритетных задач Россельхознадзора на ближайшую перспективу считаю ужесточение контроля во избежание потери России статуса одного из крупнейших мировых поставщиков качественного, отмечу, качественного зерна. Кроме того, в 2019 году вашей службе предстоит работа по устранению правового пробела законодательной базы, регулирующей госконтроль в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, в том числе при экспортных отгрузках. Не сомневаюсь, что особое внимание будет уделено разработке и внедрению единой системы прослеживаемости растеневодческой продукции. Коллеги, созданный Россельхознадзором комплекс информационных систем уже сегодня позволяет нам в значительной мере управлять ситуацией в сфере внешних поставок и на внутреннем рынке. Это высоко оценивают наши международные торговые партнеры и отечественные потребители. В этой работе необходимо постоянно совершенствоваться и двигаться вперед. Знаю, что уже в текущем году планируется включение в перечни подконтрольных товаров, подлежащих электронной ветеринарной сертификации, готовой молочной продукции. Это позволит обеспечивать прослеживаемость животноводческих товаров, что называется, то, к чему мы с вами стремились, от поля до прилавка. И, что особенно важно, станет преградой на пульте фальсификата. Кроме того, включение в перечни подконтрольных товаров готовой молочной продукции даст дополнительный толчок к развитию молочной и перерабатывающей отраслей. Выведет на новый уровень отношение потребителя к продуктам отечественного производства. Уважаемый Сергей Алексеевич, рассчитываю, что вся необходимая работа будет проведена вашей службой, как и всегда, качественно и, самое главное, в срок. Уважаемые коллеги, растет привлекательность России на международных торговых площадках. Поэтому невозможно переоценить важность системы безопасного перемещения животноводческой продукции и животных. С точки зрения ветеринарии сделано многое, но далеко не все. Необходимо законодательно закрепить механизмы взаимодействия между всеми звеньями ветеринарной службы, как элементами единой национальной системы ветеринарного контроля. Соответствующие поправки в законопроект подготовлены. С 1 января 2020 года планируется возложить на Россельхознадзор полномочия по государственному ветнадзору в полном объеме. Мы надеемся, что это решение даст новый импульс о работе ветеринарных служб субъектов. Конечно, вместе с новыми полномочиями вырастет и ответственность Россельхознадзора и его территориальных управлений. Коллеги, завершая свое выступление, еще раз хочу поздравить Россельхознадзор и его руководство с юбилеем. И особо отметить, что все 15 лет ведомство работает слаженно и очень четко. Сергей Алексеевич, желаю вам и вашим сотрудникам дальнейших успехов в решении важных стратегических для нашей страны задач. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Последняя коллегия, которая была в ноябре, она так прошла, будем говорить, с большими изменениями. После проведения коллегии у нас были приняты ряд решений, которые вы, наверное, обратили внимание по замене руководителей. И у нас количество, будем говорить, примерно 20% руководителей территориальных управлений. Мы вынуждены были по разным причинам, по объективным и по субъективным в том числе, заменить. Я считаю, что, с одной стороны, это понимание того, что у людей должна быть мера ответственности выше. Потому что то, что сегодня мы ставим нашу задачу, нельзя быть оторванными от жизни. И наши руководители, которые в регионах являются основными в сельском хозяйстве, будем говорить, надзирающими и контролирующими, они должны понимать свою задачу. Там, где социальная ответственность снизилась, мы вынуждены были изменить подходы и сделали это достаточно быстро. И сейчас продолжаем эту работу. В том числе, мы вынуждены были вместе с вами по нашему предложению принять решение об объединении Краснодарского края и Крыма в единое территориальное управление Южное. Это связано с тем, что уже коммуникации стали совершенно другие. И после того, как запустили мост, уже ловить краснодарскую фальсификацию в Крыму и обсуждать это в рамках ни одного территориального управления сложно. И основное обеспечение Крыма идет, конечно, в территории России. Поэтому все то, что сегодня было разорвано и связи, мы считаем, что это намного будет более эффективней. И то, что сегодня мы объединили абсолютно правильное решение, мы дадим соответствующие результаты. Исполняющему обязанности, по моей просьбе, вы назначили Окоркова Игоря Анатольевича. Поэтому, Игорь Анатольевич, у вас серьезная задача, потому что в Краснодарском крае у нас стоит, кроме всего прочего, задача по замене кадрового состава на многих участках работы. Спасибо. Если можно, я тогда начну свое выступление, не буду тратить время на трибуну, на трибуне будут руководители управления. Мы, когда делали слайды, здесь несколько слайдов такие основные, которые говорят там о непосредственно том, как работает наша служба. Вот это вот 53 территориальных управления. Учреждения, как я сказал, у нас 30, но еще 35 филиалов, потому что все-таки количество директоров, оно увеличение не дает эффективности работы. У наших трех институтов 21 филиал. Ну и, кроме всего прочего, вот здесь вы видите ветеринарные пограничные пункты, 202 и 212 карантинных. Если вот сейчас будет сокращение у нас, как говорят наши коллеги из Минфина, то мы в первую очередь должны воплотить то, о чем мы говорили. Количество пунктов пропуска продукции ветеринарной и федсанитарной нужно сократить. Мы это говорили по опыту основных стран, которые импортируют, будем говорить, продукцию. Я вам, кстати, так для сведения могу сказать, что вот Соединенные Штаты, чтобы вы себе представляли. Импорт креветки в Соединенных Штатах 360 тысяч тонн 3,3 миллиарда долларов. Импорт креветки. Краба 1,4 миллиарда долларов. Тунца 1 миллиард долларов. То есть вы себе представляете, Соединенные Штаты крупнейший сегодня экспортер, но крупнейший импортер. И в Соединенных Штатах вы не въедете в любом порту с продукцией ветеринарной, если это не определено. Но мы в какой-то степени старались это сделать и регулировали. Но вот эти вот пункты пропуска, когда сейчас, кстати, говорят о том, что таможни там передать. Ну вот все пункты пропуска, где только ручная кладь, то вот эти пункты пропуска как раз мы и должны с вами передать. Потому что они несут той нагрузки, которую с течением времени мы имеем. Сокращение численности территориальных управлений. Вот когда мы начинали, у нас было ровным счетом 22 447 единиц. И вот если посмотреть, то когда Росрыболовство стало отделяться от Минсельхоза, то вот эти 3650 единиц, которые были вместе с 2138 и вместе 1450, вот эти все три были объединены тогда. Это была охрана у нас организована леса, рыбы и охоты. После того, как это все охотники к себе, рыбаки к себе, лесники к себе, все это кончилось тем, что все кричат, что количества людей не хватает. Поэтому вот в результате реформы нужно понять, что когда консолидированный орган один был, то лесник смотрел и за браконьерами, а рыбак смотрел тоже за браконьерами. А сегодня каждый выполняет свою задачу. Но надо сказать, что на нашей базе фактически организовали алкоголь регулирование. Вот эти вот 872 человека, этой службы не было, и Виктор Алексеевич Зубков тогда просто у нас этих людей изъял. Служба аккредитации 123 человека, то же самое. Ну, Министерство сельскохозяйства, это с нашей, будем говорить, с нашего согласия. Таможня это то, что 28 человек взяли и отобрали функции наши на границе в Приморье. А теперь, когда возник ящер, то все говорят, а откуда вообще ящер взялся. А функции все у таможни. Поэтому... Я коротенько очень скажу. Вот приехав вчера с Дальнего Востока, тема, которую поднял сейчас Сергей Алексеевич относительно передачи функций в ФТС, она обсуждается. И, скорее всего, будет принято решение вернуть вам эти функции на Дальний Восток. Вчера... Это было поддержано вице-премьером, тем не менее, ну, можно пока не радоваться и не аплодировать, но, тем не менее, такое решение, велика вероятность, что будет принято. Я прошу прощения, Сергей Алексеевич. Мы столкнулись сейчас совершенно с другой жизнью, которая должна по-другому вообще развиваться. Вот когда мы говорили, там, плановые проверки, да, вот это вот то, что мы сейчас видим, там, регуляторная гильотина, вот это все правильно. Важно не остаться в правовом вакууме, доделать то, что планировали вот эти мероприятия, в том числе, там, привлечение молодежи, да. Но очень важно, чтобы каждый из вас теперь понимал, что в электронной системе вы многое можете увидеть. Поэтому в данном случае большая польза от работы в 2018 году по реформированию, она привела к тому, что мы с вами провели более 300 публичных слушаний. Практически у нас 11 тысяч человек принимали участие, и эти ежемесячные, будем говорить, вещи, которые мы делали, они очень полезны, но сейчас у меня идет информация, что мы снизили значительно интерес у людей. То есть сегодня люди неподготовленные, они неподготовлены, а что дальше-то обсуждать, понимаете. И вот эти наши публичные, конечно, их мы делали, надо, может быть, просто чуть пореже делать, для этого внесем свои соответствующие предложения. Что у нас касается информационных систем, вот здесь просто видно весь спектр, который есть, и я вам скажу, что одно из основных направлений, которое мы с вами не смогли добиться, это интеграции в рамках нашего таможенного союза. Вот это основная проблема, потому что когда мы 15 лет назад организовывались, таможенного союза не было, не было единых границ, да, и не было вот этих вот вопросов, которые потом возникли. А возникли вопросы совершенно вообще непонятные. Вот мы сегодня вынуждены там вводить ограничения на ввоз из Беларуси транзита из Парагвая. Яблок. Вы мне объясните, вы когда-нибудь могли вообще задуматься о том, что Беларусь поставляет транзитом из Парагвая яблоки? Ну, мы связались с Парагваем. Значит, никаких яблок из Парагвая не выезжало. Поэтому мы вызвали, Дмитрий Николаевич, наших коллег из Беларуси на среду, на следующую, да, с тем, чтобы обсуждать. Но мы тогда вообще уже не можем, знаете, кругом какое-то вранье идет. Вранье, там документы подделываются. А мы должны верить нашим белорусским коллегам, потому что мы в таможенном союзе. Ну, доверяй, доверяй, но пределы-то когда-то вообще-то наступают. И получается так, что в этом отношении не введение электронных систем, которые должны были в 15-м году еще быть введены. Все сегодня наши министры, которые занимались техническим регулированием, Корешков много сделал, я скажу. Пришел Назаренко, никаких разговоров о электронных системах не стало. А отсутствие электронных систем – это отсутствие подтверждения, в том числе транзита. У нас получается с вами, мы не подтвердили 74 тысячи тонн транзита молочной продукции, которая ушла из Беларуси и не пришла никуда, кроме России. И мы это подтвердили, потому что у нас эту продукцию мы обнаруживали в ряде мест, в том числе вот последняя там 60 тонн сухого молока в Санкт-Петербурге, или 40, сколько мы там нашли непосредственно. По документам куда шла? По документам куда шла, Сергей Александрович? Должна была быть в Казахстане, оказалась в Санкт-Петербурге. Понимаете? И вот отсутствие взаимодействия в электронном виде, получается, что у нас вообще такое подозрение, что мы, конечно, не беремся критиковать никого, да? Но если белорусский министр не хочет электронную сертификацию, а в это время белорусская продукция вместо Казахстана идет в Санкт-Петербург, ну это тоже наводит на какие-то мысли. Наводит на мысли того, что не хотят сегодня делать то, что необходимо. Но мы, в свою очередь, сделали очень много. Я вам скажу, что то, что мы сделали, мы столкнулись с другими проблемами. Допустим, проблемы, которые нас вечно говорят, что вы что-то у потребнадзора хотите отобрать. Мы ничего не хотим отобрать. Мы хотим у потребнадзора в машиночитаемом виде получить анализы, которые они сделали на продукцию, для того, чтобы мы имели ясную картину по предприятиям, которые сегодня поставляют продукцию внутри страны и поставляют продукцию за рубеж. Вот на сегодня мы не имеем в машиночитаемом виде никакой информации, потому что у коллег этого нет. В данном случае я вам могу сказать, что это просто вызывает сожаление. То, что мы свою информацию, у нас система раннего оповещения идет свободно, доступ всем тем, кому необходимо. Дальше в системе раннего оповещения, если нашел, дальше идет непосредственно мероприятие. И эти мероприятия доступны всем. Все можно прочитать. Кто делал анализы, кто брал пробы, какие методики, какие расходные материалы применялись. Поэтому мы сделали шаг вперед. То, что написано по Казахстану, вот эта система интеграции, значит абсолютно ничего не сделано. Казахстан сегодня, к сожалению, сделал меньше Беларуси. Вот если по ветеринарии Беларусь сделала с нами интеграцию сейчас, нет этой интеграции, будем говорить, по транзиту, но интеграцию сделали мы с коллегами, с белорусскими. Та продукция, которая приходит на нашу территорию сегодня, она уже для нас понятна. А вот то, что транзит, транзит это не урегулировано. Потому что нет желания, видимо. Я думаю, что Казахстан тоже в силу ряда обстоятельств не хочет делать, потому что по Казахстану мы вообще ничего не имеем сегодня. И вся продукция, которая казахская идет, а продукция, кстати говоря, увеличивается, и количество ее все больше и больше. С Киргизией непосредственно и с Арменией такие, будем говорить, работы. Но самое интересное, что самые далекие страны, типа Чили, Аргентины, у нас с ними, Новой Зеландия, кстати, у нас с ними гораздо больше работы, чем с нашими казахскими коллегами. Поэтому я скажу так, Мит Николаевич, что вот то, что вы активно поддерживаете внедрение всех систем, в том числе Меркурия, в готовые продукции, ну это правильно, потому что в данном случае я вам могу сказать, что это дает совершенно другой уровень для работы, как инспекторов внутри, как руководителей территориальных управлений, так и всех нас. Почему? Потому что наличие сегодня информации, ту, которую мы имеем непосредственно в электронных системах, она позволяет, вот сейчас вот те мероприятия, которые по красной икре проводят, там налоговые службы, да, вы все читали, но перед этим предшествовало все письмо к нам от налоговой службы на трех листах, где были описаны все те, которые дают продукцию, да, а откуда взяли по документам, даже налоговики не зашли, потому что они нашу систему использовали, то есть получается сертифицируют предприятие красную икру, а рыбы у нее не было, у этого предприятия. И где взяли дальше только бумажный документик один, бумажный документик, то, о чем мы говорили ветеринарного врача-субъекта. Ну, к всему когда-то наступает, будем говорить, завершение и конец, поэтому мы в данном случае считаем, что вот ваша твердая позиция в этом отношении, она очень помогает для того, чтобы сделать нашу работу более прозрачной, в целом более прозрачной работу всех, включая ветеринарные службы субъектов, включая Роспотребнадзор, вообще включая все, и даже налоговую службу, потому что налоговая служба, то, что касается зерна, вот эти все хартии, но это все то же самое, мы говорили на основании того, что мы видели, что идет НДС, сокрытие и возврат НДС с той продукцией, которая выпускалась предприятиями, сидящими на едином сельскохозяйственном налоге. Поэтому большое спасибо по финансированию по нашему, я скажу, что с учетом переходящих средств, которые нам удалось перенести, финансирование жаловаться не будем, зарплата, понятно, здесь ограничения, те, которые есть по зарплате, никуда от них не денешься, но в целом по финансированию нам важно довершить те стройки, которые мы начали, и важно сделать, чтобы у нас эти стройки продолжались. Сергей Алексеевич, я понимаю, что у вас много вопросов накопилось, и есть что обсудить с коллегами, мне, к сожалению, надо принимать участие в других мероприятиях. Я подтверждаю то, что Министерство сельского хозяйства будет всегда работать в глубокой интеграции с Россельхознадзором. Мы четко вырабатываем совместные пути решения всех тех проблем, которые перед нами стоят, и вместе будем их решать. Наша позиция с вами единая, и Сергей Алексеевич об этом прекрасно знает. Коллеги, я желаю вам сегодня успешной работы, и желаю, в принципе, прийти к консенсусу по тем вопросам, которые являются спорными. Ну и, естественно, Министерство сельского хозяйства неотделимо от Россельхознадзора. Спасибо большое, удачной работы. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Продолжим. Вот то, что касается сведений, характеризующих работу по осуществлению надзора по сферам деятельности. Я вам могу сказать, что здесь у нас с вами есть возможность ее проанализировать, но вообще нужно анализировать нам с вами непосредственно по каждому территориальному управлению. Почему? Потому что, конечно, цифры сами по себе говорят о том, что вот наши плановые с вами проверки, я вот вам неоднократно уносил предложение о том, чтобы вообще убрать плановые проверки и не заниматься ими. Почему? Потому что уже другой уровень жизни у нас. У нас уровень жизни электронный, и сегодня проверки должны быть по результатам анализа работы электронных систем. И то, что мы с вами по инициативе Минэкономразвития предупреждаем за три дня, вот это вот все, ну, знаете как, вот сейчас Европейская комиссия приехала, нас контролирует, но они запишут, что отсутствие внезапных проверок не делает систему эквивалентной. В результате у нас с вами вполне вероятно, из-за этого только могут лишить доступа нашей птицы и молока на рынок. Почему? Ну, потому что мы не эквивалентны, а мы обещали, что мы будем эквивалентны. И наши коллеги из Евросоюза это принимали во внимание. Мы говорили, что мы имеем возможность доступа. А где мы имеем возможность доступа, когда до сих пор мы говорим, что в рамках 294-го закона, и, кстати говоря, сейчас, когда у Силуанова было совещание по экспорту, то он первый понял, что, а как можно обеспечить экспорт, если вы сегодня не можете делать по желанию собственника к нему прийти, потому что мы приходим к собственнику по его желанию аттестовывать предприятие. Нам прокуратура пишет, что, а у вас это проверка, а нигде у нас не указано в законодательстве. Ну, совершенно прокуратура пишет, совершенно правильно. Проверка, проверка, на соответствие требованиям другой страны. Человек хочет, чтобы его проверили, чтобы открыли экспорт. По законодательству, получается, нужно унести изменения, чтобы это была возможность. Поэтому в данном случае я могу сказать, что то количество, которое есть, вот посмотрите, допустим, проверенных юридических и индивидуальных предпринимателей по государственному ветеринарному надзору, 19 573, да, составлено протоколов административных правонарушений 24. То есть у нас получается с вами эффективность-то, федсанитарный контроль, 10 060 юридических лиц, 28 972. Ну, эффективность-то высокая, и эту эффективность можно сделать более нормальной, с точки зрения того, что убрать ненужные плановые проверки, а сделать проверки по результатам анализа электронных систем. И есть ли сегодня перемещение продукции, которое в животноводстве мы видим, нелогичное. Знаете, как это, я привожу пример, когда электронные сертификаты сделали сухое молоко. Беларусь поставляет предприятию, которое зарегистрировано в России, называется Белрус-продукт, в город Ногинск сухое молоко. Потом из города Ногинска эта продукция по документам едет в город Гагарин, на Гагаринский завод. А это на границе с Беларусью. И оттуда эта продукция едет чуть дальше Ногинска, во Владимир, на кондитерскую фабрику. Но это либо сокрытие налогов, то есть это вообще уловки, которые совершенно нужно разбирать. Каким образом? Одно то, что люди в электронной системе это показали, они не понимали, что потом кто-то это проанализирует. А когда проанализируют, то этот анализ говорит о том, что нелогичные пути доставки. Так же, как, конечно, парагвайские яблоки могут идти из Парагвая через Беларусь, потому что они могут прийти в город Гамбург, но для этого их хотя бы должны произвести в Парагвай. И если парагвайская служба не подтверждает, то как раз вот мы это все вылавливаем, но, конечно, работа наша в части того, что вот мы это все вылавливаем, но это не системно. Системно тогда, когда мы с вами сейчас, вот Власа будет выступать во второй половине дня, когда мы с вами будем ставить фильтры по фирмам, которые вызывают сомнения. То есть эти фильтры говорят о том, что вот было замечено нелогичное перемещение, либо складские остатки. Вы знаете, что очень интересно? Многие фирмы, которые торгуют готовой мясной продукцией, они оказались в интересном положении, когда у них складские остатки не соответствуют тому, что поступает. И получается, тогда можно понять, откуда чего взялось. Вот Калининград пишут там наши коллеги по Калининграду, там вчера или позавчера, что обнаружили там шпик, который на мясоперерабатывающем предприятии. Вот это вот количество шпик, это которое вошло, но не отражается в документах, а в продукции потом готовые отражаются. И получается, что на складе получается продукции больше того, что вошло. Я поэтому и обращаю внимание на то, что цифры сами по себе неплохие, но я бы просил Сергея Александровича Павлова вот по результатам нашей коллегии, чтобы мы эти цифры проанализировали с каждым управлением непосредственно и посмотрели, в каких управлениях отличается эта работа эффективность, а в каких все-таки есть неэффективная работа. Следующее. То, что касается по возбуждению непосредственно административных правонарушений, ну у нас и по выданным предписаниям по нагрузке на одного инспектора, у нас, конечно, здесь два вида надзора, ветеринарный и земельный, которые дают высокие цифры, и это тоже объективно, но надзор за обращение лекарственных средств, его, в принципе, надо плюсовать к ветеринарному, потому что люди-то там одни и те же у нас, да, а во многом семеноводство и фитсанитарный контроль тоже вместе. То есть вот здесь нужно проанализировать, и я бы хотел, чтобы каждый руководитель территориального управления сам тоже этим занялся и проанализировал в том числе нагрузки, и в том числе, будем говорить, выход готовой продукции и контролер надзирателя. Ну, здесь цифры, которые, будем говорить так, для прессы у нас с вами. Это динамика производства, следующая динамика импорта. Вот вы можете посмотреть, как у нас менялся импорт. Вот 2008 год, когда я говорю, 3,5 миллиона тонн, 3,561,000 тонн, вот по видам продукции даже разбито все. И то, что мы имеем с вами прошлый год, 18,720,000 тонн, из них наше союзное государство Беларусь поставило мясо половину. И надо сказать, что 50% ввезенной продукции из того, что есть, это белорусская. При этом вы знаете, что мы с вами обнаружили, что часть продукции все равно наши коллеги умудрились ввезти из Украины. И эту продукцию разрезали на куски и сказали, что это полуфабрикаты. Все-таки вот то, что в Евразийской комиссии само понимание полуфабриката, что это не разрезанная половина туши или на четверть разрезанная, а сделанный полуфабрикат, в нашем понимании, что это с чем-то, но не так, как наши коллеги белорусские, когда блоки замороженной рыбы сверху вот так соли бросили, говорят, рыба соленая, пишут. Ну, наши коллеги это знают и в Пскове, и в Санкт-Петербурге, где это идет. Динамика экспорта, вы видите, что она идет у нас очень логично. Растет производство, уменьшается импорт, растет экспорт. Но вы знаете, что само по себе рост экспорта зависит все-таки от многих факторов, в том числе о тех, о которых мы говорили, и сейчас я еще остановлюсь. Но то, что идет с молоком, с производством, это закономерное течение событий, когда у нас министерство все-таки не смогло, не имело механизмов принять соответствующие действия в отношении в том числе так называемого белково-жирового продукта. И когда наши коллеги из потребнадзора и из Минпрома, кстати, писали нам, что урегулировано сегодня в техническом регламенте о безопасности пищевой продукции, все урегулировано, не надо сегодня никаких сертификатов, ничего не надо. Перемещение урегулировано. Вот никто сегодня перемещение ста с лишним тысяч тонн вот этого белково-жирового продукта, который превратился в конечном итоге в сыр на прилавках, и этот сыр на прилавках, который пластиковый, все люди, покупающие, обратили внимание, что сыр-то стал какой-то пластиковый, так вот этот пластиковый сыр, он никакой не сыр. Это белково-жировой продукт, который везли через Беларусь, и мы все доказательства коллегам дали, что ни одна страна, которую они якобы растомаживают, а это Турция, Македония, Сан-Марина, кого только там не было, Иран, да, ни одна страна эту продукцию не отправляла, Сербия не отправляла. Поэтому в рамках того, что мы говорим, вот сейчас принято решение, я не видел его еще, правда, это решение о том, что ветеринарам передать контроль и сопровождение ветеринарными сертификатами. Если это решение и есть, то мы с вами должны немедленно принять решение о тестации всех предприятий и остановить ввоз этого так называемого белково-жирового продукта. Он не может ввозиться, если мы не знаем с какого предприятия как он делается. Потому что все наши анализы, которые мы проводили по белково-жировому продукту, они говорили о том, что там есть нотомицин. Это антибактериальное средство для того, чтобы продукция не плесневела, его просто там из пульверизатора обрабатывают этим антибактериальным средством. И поэтому везде у нас обнаружения были, мы эти обнаружения давали. Наши коллеги из потребнодзора никогда нас не информировали о принятых мерах и о том, что каким-то заводом за рубежом были приняты меры ограничительного характера. Поэтому лишние несколько миллионов тонн молока вот они ведут к тому, что привлекательность сама производства молока она снижается. То есть рынок не урегулирован, значит мы с вами дальше вот смотрим, что мы имеем в динамике экспорта и импорта. У нас с вами импорт получается то, что 18-й год вот написано 824 тысячи тонн, да, а на самом деле это не соответствует действительности, потому что надо перевести еще несколько миллионов тонн молока, которое из Белоруссии вошло вот таким путем, как сухое молоко транзит, 74 тысячи тонн, из них там 30 тысяч тонн вошло сухого молока и 24 тысячи масла. 24 тысячи тонн масла это на 20 помножьте полмиллиона тонн, 30, еще 300 тысяч, то есть 800 тысяч это только на незаконном лжетранзите, который из Белоруссии прошел якобы через Россию, на самом деле остался, и естественно потом мы видим, что и сам по себе и наш экспорт снижается, почему? А потому что непривлекательно. По объему вылова водных биологических ресурсов, здесь я вам скажу так, что экспорт растет, но наша с вами составляющая, о которой мы говорим, и сертификация готовой продукции на экспорт, я, насколько помню, здесь убрали цифру, там 19 тысяч готовой продукции, все, то есть миллиона 800 тысяч тонн продукции, которую экспортировали, только 19 тысяч это готовая продукция, все остальное сырье. Сколько бы мы с вами не рассуждали о том, что мы работаем эффективно, но невозможно это доказать, эффективно это тогда, когда идет переработанная продукция. А переработанная продукция, кстати, мы с вами, то, что импорт, мы импортируем, то есть Китай перерабатывает, потом назад, ну это и в Китай закупаем. Следующий, ну то, что касается непосредственно нашей международной деятельности, ну как-то вот я своих коллег призываю, чтобы вы в этом году все-таки навели порядок, и мне не писали только инспекции, те, которые проводят у нас по ветеринарии. Вот то, что к нам приезжает, и сейчас вот у меня письмо вчера было, например, из Грузии, то, что получили наши грузинские коллеги, у нас же там через Швейцарию все идет с грузинскими коллегами, что они приедут на инспекцию, европейские инспекторы, здесь, пожалуйста, количество проведенных переговоров и тех командировок, которые по международной деятельности, говорит о том, что на работу к нам в этой сфере нужно идти уже с двумя языками, даже одного языка мало. Так что будем дальше совершенствоваться, я скажу, что особенно важно понимание того, что и в правительстве, что мы сегодня единственный орган компетентный, который приезжают инспектировать. И не приезжают сегодня инспектировать работу потребнодзора, не приезжают сегодня инспектировать работу других каких-то органов, приезжают инспектировать тех, кто выдает ветеринарные и фитсанитарные документы. Поэтому экспорт продукции напрямую связан с этим. Ну, здесь специально показали, потому что у нас критикуют все время, что мы как-то Белоруссию, подходы у нас к Белоруссии такие неправильные, но если посмотреть с точки зрения соотношения импорта, то надо сказать, что мясо и субпродукты птицы 57% уже у нас с вами из Белоруссии, а начинали, между прочим, гораздо меньше. То, что касается говядины, то же самое я вам могу сказать. Вот, посмотрите, с 98 тысяч дошли до 143. Ну, из этих, как мы считаем, 25 тысяч все-таки украинские. И наши коллеги нас переубедить в этом не могут, потому что они говорят, что у нас въехало из Украины меньше, но мы как-то очень сомневаемся, потому что те наши проверки предприятий, которые проводились, они показывают о том, что активно перерабатывается украинская продукция, активно скрывается переработка украинской продукции, скрывается тем, что с одного предприятия там напополам, на втором там еще на три части разрезали, да, при этом интересно, как у нас с вами позволяют технические регламенты то же самое делать, получается, делают и дефростируют, разрезают, а потом это дефростирует опять замораживают и получается уже полуфабрикат, как в моем понимании полуфабрикатом мясной продукции должно быть то, что замариновано или что-то сделано, а не назад заморожено, то есть двойная заморозка получается, поэтому у нас здесь в рамках гильотина нужно то же самое посмотреть, какие есть возможности для того, чтобы работать. Но после того, как начали по растительной продукции проверять, там снизилось количество, но это не говорит о том, что эти цифры реальные, потому что вот это все снижение, оно завуалировано просто нелегальными перевозками. И я всем руководителям территориальных управлений говорю, что теперь надо работать с Транснадзором. Те машины, которые останавливаются и у которых нет документов, нужно писать на отзыв дозвола так называемого перемещения по России. Ну, потому что уже других методов нет, получается, мы с вами должны по нашим нормативным документам согласие собственника вернуть назад. Вот эту машину остановили на 81-м километре при подъезде к Москве, нет документов. Так ее мы должны сопроводить назад туда. А машина, которая везла, она что, не видел водитель, что у него документов нет? Видел. А если видел, значит, эти фирмы должны попасть в черный список. Я вообще удивляюсь, если бы на территории европейского сообщества, представьте себе, наш водитель из России вез мясо без документов и его торжественно сопроводили бы назад. Его посадили бы в каталажку, на пять лет закрыли въезд и отобрали бы машину до вершения всего. Поэтому мы с вами здесь, конечно, со своей либерализацией дошли далеко, но я надеюсь, что когда-то это прекратится. Причем, вот эти вот меры по ужесточению порядка, они как раз все равно у нас не поддерживаются Министерством экономического развития. Это дополнительные преграды для бизнеса. Хорошо, то, что касается управления рисками, мы здесь говорили об этом. Вот здесь примеры приведены, когда мы делали эксперименты, и вообще все эти эксперименты, и вообще вот эту вот систему подхода по рискам уже нужно узаканивать. То, что касается экспортной продукции, я вам могу сказать, что очень беспокоит то, что вы сегодня сами, когда отправляете продукцию на экспорт, пускаете ошибки. Ошибки заключаются в том, что многие территориальные управления стали принимать документы при экспорте тех организаций, которые их не могут выдавать. Вы должны понимать, что у вас сегодня это все должно быть проверяемо. Если вы выпустили продукцию, вы должны потом доказать ее безопасность. Как можно доказать безопасность, если у нас там десятки этих лабораторий, которые выдают, они вообще непонятные. Я имею в виду ветеринарных, субъектов. Почему мы говорим, вот надзор за субъектами необходим? И надзор-то необходим по нескольким причинам. Ну, первое, лаборатории никто не проверяет, сам субъект себя проверяет, сам выдает документы, потом мы сталкиваемся совершенно с другими вещами. И то, что неблагополучие по заболеваниям, по ряду заболеваний, ну, это в первую очередь связано с тем, что мы с вами вот никуда не денемся. Если люди сами планируют противопезотические мероприятия, сами их выполняют и сами надзирают, как они их выполнили. Ну, знаете, это смешно. К сожалению, это уже не смешно тогда, когда у нас с вами стоит речь об экспорте продукции. Но мы движемся здесь и то количество предприятий, которое аттестовано у нас в системе Цербер, то здесь в реестр экспортеров, а в реестр поставщиков таможенного союза у нас ходит с вами, по-моему, больше 6 тысяч. Так? Вот это то, что экспортеры, это третьи страны. А 6 тысяч предприятий у нас это поставки по таможенному союзу. Поэтому вы можете посмотреть, что здесь тот спектр аттестованных предприятий, особенно большое количество у нас с вами было тогда, когда таможенный союз был организован. Поэтому сейчас надо пересматривать и нужно вам, в том числе, заявляться и на существующие ныне плановые проверки, для того, чтобы понимать, что требования это нужно сделать. То, что касается лабораторных исследований, ну, проценты по показателям безопасности 6,8, у нас примерно это... Эти цифры, они и были всегда, но в тех объемах, которые есть, они говорят о том, что это достаточно много, все-таки, нельзя сказать, что это мало, но здесь процесс еще более-менее регулируемый, чего нельзя сказать по качеству продукции. По качеству продукции на конец года у нас вышло 16%, в начале года было больше 20%. Поэтому надо сказать, что те меры, которые были приняты правительством, в том числе принятие решений по проверке продукции, совместной с Роскачеством, потребнадзором и нами, но мы за свои цифры отвечаем, потому что наши все цифры можно проверить в электронной системе с приложением всех протоколов. Это можно сделать за один день. Коллеги из потребнадзора никогда нам не показывали свой протокол, несмотря на то, что Роскачество, вот Максим Александрович сидит здесь, просил, а потом перестал просить. Видимо, сил не хватило. Ну, вы скажете, вы у нас здесь выступающих. То, что касается фитсанитарного контроля, ну, вот, начиная с того, что мы с вами говорим сегодня, вообще у нас, получается, из нас, из фитсанитарной службы, нужно делать какую-то полицейскую службу. Потому что мало того, что мы должны ловить эти машины, мы должны проверять то, чего нам не свойственно вообще. Потому что по положению сегодня Белоруссия выдает реэкспортный сертификат, мы вообще эту продукцию не должны ни досматривать, ни проверять законность. Никаких оснований у нас нет. Почему? Потому что у нас принята эквивалентность системы, мы должны принимать эту систему. Ну, к нам же сегодня предъявляют претензии. А вы почему не проверяете белорусскую продукцию? Вот она идет из Парагвая. Ну, хорошо, мы проверили 33 страны, 34, закрыли в 2017 году, да? Теперь вот опять это идет. Мы написали в таможенный союз, чтобы приняли меры к тому, чтобы что-то с этим сделали. К сожалению, нам не оставляют никаких других путей, кроме того, что просто транзит через Беларусь вот этой продукции санкционной, которая идет нелогичными путями, вводить ограничения, что мы и пригласили наших коллег в среду на обсуждение вместе с таможенным союзом. Пусть таможенный союз на себя берет, тогда ловит и проверяет из каких стран и с какими документами. Ну, карантинные объекты у вас, конечно, то, что здесь нарисовано, особенно меня поразила азиатская ягодная дрозофила. Дрозофила. И муха-горбатка. У нас что, раньше этого действительно никогда не было? Почему появились такие объекты, мы их стали обнаруживать? Ну, надо проанализировать, потому что получается так, что с точки зрения подхода, допустим, Австралии или Новой Зеландии, вот у нас сейчас в Новой Зеландии люди сегодня должны вылететь назад после учебы в их службе. Ну, вот я переписывался там, смотрел, что коллеги, они говорят, о, здесь такие штрафы, что здесь один раз оштрафуют и все, и разоришься, и бизнесу больше не будешь. Вот так. Много доверия бизнесу сопровождается значительным усилением ответственности. К сожалению, у нас это пока не получается, по ряду, будем говорить, обстоятельств. По инспекционной работе наиболее сложная ситуация у нас, конечно, с этими всеми плодово-ягодными делами. Вот получается парадокс. Министерство сегодня не несет ответственность за использование пестицидов, гербицидов, агрохимикатов. Но активно начали ввозить посадочный материал. Этот посадочный материал мы с вами обследуем с божьими муками, находим то, что можно ввести. И практически своего посадочного материала нет. Но вы мне скажите, когда этот материал начнет работать, как он будет конкурировать, если пестицид не проверяют? Вот едут китайские яблоки, едут турецкие яблоки, пестицид не проверяют. И едут наши яблоки теперь. И уже количество-то увеличилось. Поэтому вот отсутствие набора у министерства всех необходимых механизмов для того, чтобы продукция на рынке не была искажена, то есть если нет карантинных объектов из Китая, значит там обработали химию. Обработали химию, кто проверяет? Потребнадзор, где? В магазине. Не нашли. Но не может этого быть. И вроде это все понятно, но к сожалению не скажу, что нам с вами понятно, а Министерство экономического развития говорит, что это не нужно. И я даже удивляюсь. По санкционной продукции продолжаем работать в том же объеме, как мы работали. Значит, то, что касается фитсанитарного состояния, я вам могу сказать, что карантинные фитсанитарные зоны были частью упразднены, но надо сказать, что вот вы видите здесь динамику и производства, и импорта, и экспорта. Вот до, будем говорить, ровным счетом практически 2000 года у нас импорт был значительных объемов. Все остальное это уже добавление к той продукции, которая фактически нужна для ассортимента и для того, чтобы были длиннозернисты или какие-то другие виды продукции. Основные направления тоже видите. Я скажу, что хорошо, что наше внимание от Европы немножко санкциями от Америки, от Канады отделили. Мы больше внимания уделили Юго-Восточной Азии и я вам скажу, что это соответствует тому, что сегодня мы имеем совершенно другие страны. Но значительно могли бы экспортный потенциал увеличить, если бы у нас с вами были пестициды, потому что с Китаем переговорный процесс на основе пестицидов был бы для нас очень правильно и благоприятно сделан. И то, что касается сегодня пальмового масла, таким же успехом и Индонезии, и Малайзии, то же самое. Успехи министерства в поставках зерна были бы гораздо больше, если бы у министерства был надзор за этими видами продукции. Потому что напрямую сегодня связаны возможности министерства с тем механизмом, который у него в руках есть. Пальмовое масло стали ввозить все больше и больше, а как оно идет, никто сказать не может. Куда идет, по каким товарно-транспортным, накладным, какая такая у нас прослеживаемость в техническом регламенте по пищевой безопасности есть, я даже себе представить не могу. Вот у нас с вами она сегодня есть, и то мы с вами находим вот эти все пути, как они туда-сюда по электронным сертификатам. Ну, по качеству, по безопасности, по карантину все страны, это понятно. Следующие слайды, они такие тоже, будем говорить, больше познавательные, потому что сами по себе объемы ввозимые, они достаточно стабилизировались, и здесь больших нет проблем. Следует обратить внимание, следующий слайд, когда по количеству исключенных деклараций, то есть мы с вами, если начинали работать, в 2016 году у нас было 187 деклараций, то вот в 2018 году отозванных уже 848, и это далеко не предел. Я обращаю ваше внимание, что оценка руководителей территориальных управлений будет в том числе по отозванным декларациям по безопасности, потому что мы с вами получаемся единственные, кто отзывает о белорусской продукции декларации, потому что если коллеги из потребнадзора отзывают декларацию, они нам не сообщают, мы к заводу никаких мер принять не можем, потому что все списки-то все равно мы ведем, к заводам требования мы ведем, инспекции мы ведем, поэтому на сегодня можно констатировать, что по Белоруссии у потребнадзора никаких претензий нет. У нас таких претензий больше, чем достаточно. То, что касается следующий земельный надзор у нас с вами, есть резервы тоже достаточно большие, есть какие-то вопросы в законодательстве, но суммы рассчитанного вреда, которые есть, там внизу, вы смотрите, у нас начинали в 2016 год 17 миллиардов, потом в 2017 7 миллиардов, 11 миллиардов, то есть я думаю, что вот эти вот объемы 11 миллиардов, они тоже не до конца отражают все-таки, но сталкиваемся с рядом недоработок в законодательстве, особенно там вот строительство дороги, с одной стороны все утверждено, с другой стороны земля не переведена в силу бюрократических процедур, люди начинают строить дорогу, все знают, что эта дорога нужна, да, а мы тут же приезжаем, проверяем, раз тебе земля не переведена, хлопнули тебя и что хочешь, ну как-то это, знаете, вот мне это не нравится, потому что мы должны по другим работать принципам, все-таки это надо, чтобы либо в министерстве, либо наши законодатели как-то урегулировали, что если есть документы, давать какой-то период времени на отвод земли, то же все утверждено, строители приезжают, делают, это, и они эту землю уже выкупают, но эта земля у строителей числится как объект сельхозназначения, они в это время строят на ней дорогу. С точки зрения работы и удовлетворения исков, о возмещении, то же самое, рост есть, практически там 25%, думаю, что в данном случае есть у нас с вами резервы, и вовлечение в оборот, 237 тысяч гектаров земли, то же самое, есть резервы, но я немножко затянул, извините меня, но мы так старались более или менее сделать, чтобы было представление о всех спектрах нашей деятельности, поэтому в данном случае у нас с вами тогда следующее выступление Максим Александрович Протасов, руководитель Российской системы качества. То, о чем я говорю сегодня, о том, что в Министерстве промышленности есть организация, которая занимается качеством продукции, но функцию Министерства промышленности по качеству с точки зрения в торговле особенно, таких функций нет. Поэтому вот при наличии такой организации, конечно, мы можем работать все вместе, можем работать с потребнодзором, с Росфельхом, можем по трое ходить на проверки, но что-то у меня как-то сомнение, что для государства вот этот наш, будем говорить, шеренга проверяющих, по трое проверять, тогда, когда деньги выделены на объективность, если эта объективность не подтверждена проверок в электронной системе документами, которые можно за пять минут на кнопку нажать и проверить, она вызывает большое сомнение. Поэтому вот мы с Роскачеством работали, наши цифры с Роскачеством, они практически всегда очень близки. Единственное отличие с цифрами Роспотребнадзора, но это традиционно, и эти традиции, они тоже когда-то должны завершиться, по одной простой причине, что проверка в соц. учреждениях, по нашей инициативе, кстати, мы с Максимом Александровичем на это инициаторами были и писали в правительство, чтобы нам дали право проверить социальные учреждения, это еще при Аркадии Владимировича Дворковича. Ну и что, вот мы проверили у нас 50%, доколлеги проверяют 5%, 3%, потом получается молоко, наша организация знаменитая, которую Даниленко возглавлял, проверяет вместе с Потребнадзором, пишут 8% фальсификата на рынке, а до этого на рынке было у Потребнадзора официально 3,5% фальсификации в молоке, значит, вы мне скажите, на потребление в 10 миллионов тонн ошибка в 5% это сколько? Это что, 500 тысяч тонн, что ли? Или 50 тысяч тонн? А это что, мало? Это огромное количество, поэтому спасибо, Максим Александрович, что вы пришли, я, к сожалению, вот у Максима Александровича сегодня тоже в 4 часа отчетный, да, я, к сожалению, не могу, вы видите, по объективным причинам, но мы работаем вместе и работаем с удовольствием, потому что те результаты, которые мы получаем, они отражают во многом ту действительность, которая есть. Спасибо, Максим. Спасибо большое, Сергей Алексеевич, спасибо на добром слове, действительно, здравствуйте, уважаемые коллеги, и это не форма речи, действительно, мы относимся к Росельхознадзору как к коллегам и, безусловно, к соратникам. Вы знаете, что более чем в 50 странах, где существуют аналогичные национальные институты качества, такие же, как Роскачество, созданные правительствами стран, везде они взаимодействуют постоянно с контрольно-надзорными органами, и действительно, в очередной раз мне приятно сказать, что пример нашего взаимодействия с Росельхознадзором это такой лучший эффективный пример такой совместной работы. При этом, коллеги, у нас с вами в 2018 году, о котором сегодня мы с вами говорим, были как регулярные, уже сформировавшиеся форматы взаимодействия, так и, я бы сказал, такие проектные истории, часть из которых Сергей Алексеевич уже упомянул, о регулярной работе. В ней у нас с вами есть три основных направления. Первое, это лабораторные испытания, второе, контрольные мероприятия по итогам исследований и третье, совершенствование методической базы, методологической базы методов, нормативки, то, что мы с вами постоянно тоже вместе делаем. Итак, в прошлом году на постоянной основе мы сотрудничали с 11 лабораториями Росельхознадзора в 10 субъектах Федерации. Так, например, только в Ставропольской ветеринарной лаборатории по заказу Роскачества были исследованы полностью 9 категорий товаров от хлеба до пельменей, до мясной продукции, то есть очень широкая линейка. Мне приятно отметить высокий уровень оснащения лаборатории Росельхознадзора, профессионализм коллектива, эффективность внедрения систем менеджмента качества, потому что мы с ним понимаем с вами, что без этого лаборатория не лаборатория. Теперь, что касается контрольных мероприятий по итогам исследований Роскачества. Здесь механизм у нас отлажен достаточно четко, в том числе, потому что действительно Росельхознадзор является примером в технологичности с точки зрения софта, с точки зрения подгрузок, всей информации мы тоже подгружаем информацию в ваши системы, черпаем информацию из этих систем. В 2018 году мы регулярно направляли в Росельхознадзор информацию в несоответствии требованиям качества безопасности по различным категориям товаров. В результате нашей с вами совместной работы снималась с продаж и исчезала с рынка небезопасная продукция. Примерно только один из ярких примеров, он тоже упоминался сегодня, это икра лососевая. Наши испытания показали, что продукция, которая продавалась под брендами ряда камчатских производителей, была контрафактной. Впоследствии это подтвердило управление Росельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу и по итогам нашего взаимодействия ликвидировано более тонны контрафактной икры и все федеральные сети отчитались в Роскачество о том, что с реализации эта икра была снята. И о третьем направлении нашего сотрудничества, регулярного сотрудничества. Как я уже сказал, это совместное совершенствование методической базы исследований. Здесь можно отметить два вектора. Первый – это деятельность технического комитета, Роскачество по созданию опережающих стандартов. Коллеги и службы принимают постоянное активное участие в его работе. Второй вектор – это внедрение новых методов испытаний. Так, например, вы знаете, что подведомственные учреждения Росельхознадзора уже давно разработали такие методы определения вида рыбной продукции, как ДНК секвенирование, используют их. Но, как вы знаете, эти методики нужно гастировать, включать в поддерживающий перечень техрегламентом. Вот здесь мы хорошо сработали в 2018 году. Роскачество инициировало обсуждение этого вопроса на площадке Государственной комиссии по борьбе с нелегальным оборотом продукции. Сейчас наша общая задача привести эту работу к результату. Оценка содержания сухого молока по методу иммуноферментного анализа – это еще одна методика, которую разработали в подведомственных учреждениях Росельхознадзора, и мы ее активно используем при работе, при изучении, при веерных исследованиях молочных категорий. Коллеги, как вы знаете, и Сергей Алексеевич об этом сказал, в 2018 году по поручению правительства мы с вами и с Роспотребнадзором провели масштабное исследование молочной продукции. По сути, первый раз по детальному анализу продаж каждой торговой марки более 70% от врага молока и сливочного масла, более 70% рынка было нами исследовано от границы до границы страны. Впервые исследования каждой отобранной торговой марки проводились одновременно лабораториями обоих КНО, в том числе 19 лабораториями службы. По одинаковым методам очень непросто велась эта работа сведения совместных методик, сведения принципов исследования, Сергей Алексеевич и коллеги это помнят, но такая консолидация позволила сделать и представить как правительству, так и в администрацию президента, так и потребителям однозначные выводы, важные для повышения качества молочных продуктов. Выводов действительно много, я назову ряд из них технологических, потому что здесь у нас, что приятно, именно профессиональная площадка, где здесь профессионалы, ну в первую очередь нам провести верификацию методики выявления сухого молока, хорошо известной вам хемы, напомню, она сейчас не включена в перечень поддерживающих методик, но итоги исследования были интересные, они действительно были массовые, поэтому они были интересные. Мы выявили очень высокую исходимость результатов в отношении пастеризованного молока между лабораториями двух КНО, около 16%, цифры, сколько мы выявляли, какую долю рынка мы выявляли, в какой доле рынка мы выявили сухое молоко, также вам хорошо известно, и мы эти цифры свели с коллегами из контрольно-обзорных органов. Еще один важный вывод из совместного исследования можно сделать по безопасности молочной продукции, и речь конкретно об антибиотиках. Мы измеряли их содержание с помощью ВЖХ, в 12% творога, вы знаете, обнаружили превышение количества антибактериальных веществ на разрешенном уровне, но в этой работе мы с вами столкнулись с неоднозначностью техрегламентов. С одной стороны, он не допускает содержание антибиотиков, с другой, в документе указаны их нормативные значения. То есть фактически сейчас контрольные органы могут по-разному трактовать нормативы, и они их трактуют по-разному. И производители, и торговые операторы их также трактуют по-разному. Считаем, что необходимо эту ситуацию менять, в этом смысле нас, что приятно поддерживает и Россельхознадзор, и Министерство сельского хозяйства. Нормативы в техрегламенте должны быть однозначными, но мы считаем, что от этого зависит безопасность молочной продукции, в том числе и безопасность наших потребителей. Коллеги, в целом, по итогам совместного исследования можно отметить несколько ключевых тезисов. Во-первых, единство методик, единство работы приводит к более точным результатам. Во-вторых, конечно же, информация, которая существует не в рукописном виде, а в электронном виде, и которую можно свести, и которую можно оперировать, это единственная информация, которая вообще имеет право существовать на рынке, и технологичность контроль надзорных органов должна быть единая, я бы сказал, высокая. Диагностированы основные болезни в отрасли нами с вами, и что важно, по сути, впервые, после того, как эта работа была произведена, и отраслевые объединения, в том числе, о которых Сергей Алексеевич сказал, и производители, и торговые сети признали итоги испытаний репрезентативными, поверили в них, и заявили о готовности усиливать контроль качества, и мы ежемесячно получаем информацию от торговых сетей, которые нам рассказывают о том, как их служба контроля качества работает сейчас с теми категориями, которые мы совместно исследовали. Это только три были такие пилотные категории. Недавно мы с вами получили поручение к совместному исследованию сыроподобной продукции, докторской колбасы, тушек птицы по поручению правительства. Я надеюсь, что мы вместе еще не раз сделаем полезное дело, что нужно, и сколько таких исследований нужно совместно провести, чтобы наши коллеги поверили в корректные цифры для того, чтобы все научились работать технологично и в единых принципах. Ну, наверное, до тех пор, пока этого не произойдет, мы будем этой работой заниматься. Это регулярные направления нашей с вами совместной работы. Ну, а теперь немного о перспективах, буквально два тезиса. Первое, как вы знаете, Русскачество создает центр органической серфикации. Эта тема активно обсуждалась с курирующим вице-премьером, получили соответствующее поручение. Это один из важных векторов развития экспортного потенциала российской продукции. Напомню, что сегодня во многих странах объем собственного производства органической продукции не покрывает высокий спрос на нее. В случае с Германией органика 20-22% потребления продуктов питания и более половины этого объема это импорт. Россия вполне может занять этот рынок не так давно. Мы с вами и наши коллеги. И Алексей Васильевич Гордеев возглавлял делегацию по посещению биофака выставки в Нью-Йорке. В Нюрнберге в Германии которая как раз посвящена органической продукции и действительно было видно насколько этот сектор прогрессирует насколько он развивается. Но конечно же для того чтобы мы заняли достойную долю на этом рынке нужны лаборатории с международной аккредитацией где будут проходить исследования продукции для дальнейшей сертификации. Четыре из подведомственных Россельхоза лабораторий с которыми мы сотрудничаем имеют международную аккредитацию в том числе две в системе я знаю что специалисты сам беседовал с рядом коллег специалисты из ряда региональных лабораторий учились и стажировались в Германии это точно может стать основанием для такого плотного сотрудничества Роскачества и Россельхознадзора еще и в этом направлении. Коллеги и еще одна точка взаимодействия это участие потенциальное участие учреждения Россельхознадзора в премии правительства области качества как вы знаете эту премию секретариатом который является Роскачество ежегодно председатель правительства вручает организациям внедрившим лучшие принципы управления системой менеджмента качества такая диагностика процессов это универсальный инструмент повышения эффективности организации ее используют во всем мире премия Деминга в Японии премия Болдриджа в Соединенных Штатах Америки которую не так давно вручал господин Трамп не к ночи помянутой и это инструменты постоянного такой диспансеризации работы и бизнес-процессов и системы менеджмента качества в организациях участие в конкурсе дает организациям возможность бесплатно получить оценку бизнес-процессов силами наших экспертов и рекомендации по их улучшению и здесь есть два важных момента первый повышение эффективности производительных процессов позволит еще больше повысить эффективность учреждений Росельхознадзора и второй это реальный экономический эффект многолетняя история премии показывает что эффект от совершенствования технологии управления экономия расходов составляет измеряется миллиардами рублей ежегодно кстати инструментом этим уже активно пользуются наши коллеги с вами из другого контрольно-надзорного органа из Росельхознадзора там эту модель внедрили разработали методологию внутреннего аудита качества управления и участие организации в правительственной премии используется Росельхознадзором как один из критериев оценки эффективности их деятельности на сегодня учреждения здравоохранения входят в топ-3 по числу наград конкурса и вот в этом году количество заявок от медицины выросло в 5 раз по сравнению с прошлым мы будем проводить их аудиты проводить эти управленческие аудиты и помогать им внедрять наилучшие системы менеджмента качества те самые Лины и Кайдзены которые мы с вами хорошо знаем уверен что успехи коллег станут стимулом для совершенствования технологии дальнейшей повышения качества процессов и в учреждениях Росельхознадзора приглашаем конечно же вас к участию в этом конкурсе на сыскание высшей правительственной награды в области качества коллеги ведь как говорил классик высокое качество не достигается случайно это всегда результат осмысленных стараний а в нашем с вами случае совместных стараний спасибо большое спасибо большое спасибо 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 Продолжение следует...